всем привет вы на канале крипто коммонс дошкоин исполняет просто сегодня что-то нереальное посмотрите он запампился уже на 150 процентов к доллару как бы ну это нездоровая фигня давайте разберемся в вопросе чего нам от него ждать дальше ну смотрите во первых хочу вам напомнить что дошкоин в целом у нас находится в медвежьем тренде как и плюс минус весь рынок уже последние без малого полтора года и да конечно все выглядит очень интересно мол мы пробили нисходящее сопротивление и собрались на to the moon при этом у нас на дневке очень перегрето rsi и вообще честно говоря я считаю что надо смотреть дошкоин не к доллару а к биткоину и смотреть его надо на старой бирже полоник потому что там у нас есть вся история и тут возникает гораздо более интересная ситуация посмотрите недельный таймфрейм отдаляемся и вспоминаем с вами что доучкой торгуется с 14 года к биткоину и все это время он находился сейчас вам кажется во флете да вот эта прямая линия на самом деле я хочу отмотать назад чтобы вспомнили и поняли что на самом деле нифига это был не флэт дошкоин пампел здесь точно также на 400 процентов на тысячу процентов на 1200 даже к биткоину то есть он давал свои иксы и это чисто памп и дамп монета если вы посмотрите он всегда сдувался всегда любой памп на нем сдувался обратно туда же откуда мы пришли и среднее значение его за все эти годы были 20 сатоши тире 100 сатоши плюс минус и вдруг откуда ни возьмись случился памп на 100 иксов и кстати те кто думают что илон маск его запампил своими твитами это полная ерунда потому что илон маски вам хочу сказать твитил и здесь что он сио джкоин и здесь всем было пофигу на это и кстати мы с нашими подписчиками набирали дошкоин вот здесь по 40 по 30 по 20 и по 15 сатоши все говорили что мы дебилы но я не знаю я точно набирал я об этом открыто говорил держал даже лонг по нему в итоге он улетел сначала с 15 сатоши на 150 дал 10 иксов здесь многие разгрузились а потом он улетел еще на 10 иксов то есть в итоге к биткоину дош выдал 100 иксов и я вам хочу ребята сказать что это ненормально это отклонение от нормы и мой прогноз все еще в силе если вы меня смотрите давно поэтому обязательно ставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал чтобы быть в теме короче что в чем фишка у меня долгосрочный прогноз что дошкоин к биткоину вернется обратно в этот коридор честной цены потому что реально его честная цена это ниже 100 сатоши объективно сейчас что мы видим что на недельке дошкоин к битку запамплин очень сильно и этого мы тоже с вами ожидали вот этот мой план вот этот план по снижению он естественно подразумевал short squeeze о котором я много раз говорил если у меня внимательно смотрите вот сейчас происходит тот самый short squeeze очень-очень сильный short squeeze и на мой взгляд это за 1 как раз в шорт но я не говорю что прямо сейчас надо бежать на всю котлету и шортить дошкоин тем более к доллару потому что к доллару я повторяюсь там картина немного другая он не так сильно запамплин и весь рынок если сейчас пойдет в бычью сторону то дождь к доллару то еще может порасти и даже возможно переписать свой этот all-time high во что я не особо верю но что-нибудь вот такое он может нарисовать находясь внутри большего медвежьего рынка да и как бы отрисовывая такое abc коррекцию но к битку я не думаю что он перепишет вот этот вот all-time high прошлого года опять же он может его переписать но я думаю что мы вероятнее увидим отвержение в какой-то момент и пойдем дальше вниз что биток будет расти конечно же сильнее чем дошкоин глобально в долгую поэтому вот тут видите должна хайка нашего рисовывается интересная такая шпилька в отличие от обычных свечек указывающая нам на то что да это конечно рост и не надо спешить шортить он сейчас может мы сейчас можем быть где-то вот здесь после чего он даст еще одну зеленую свечку но вот потом когда вы увидите уже красные свечи хайка наши на недельках битку я думаю что это как раз идеальный будет заходной по доджу в шорт потому что сколько он сейчас стоит 630 сатоши но грубо говоря 700 800 900 вот до 1000 сатоши я думаю что он даже не добьет вот если он сюда придет я здесь буду набирать шорт по доджу к битку и сделать это можно насколько я понимаю сейчас только на бирже бинанс поправьте меня если я не прав наполоник все убрали маржин трейдинг на кукой они нету дочь бтс и пары в маржиналке именно не на фьючерсах а в спот марджине по ходу что только на банане это можно сделать возможно на бит феникс еще это можно сделать вот напишите в комментарии где еще это можно сделать и считаете ли вы что это хорошая идея опять же спекулятивно никто ничего не гарантирует может мы даже до сюда не дойдем а сразу пойдем вниз принципе я думаю что уже можно потихонечку шортить но помните шортить растущие рынки это очень опасно вот собственно та причина ребят по которой я не шорчу стараюсь крипто рынок вообще потому что смотрите все в какой-то момент становится прямой линии она довольно а доджи давайте взглянем на би точек а би точек все еще у нас плавненько так выходит из этого треугольника посмотрите на дневки мы только-только начинаем разворачиваться по сетке my ribbon то есть что-то вот такое может произойти по ее нижней и верхней линейки после чего можем сделать ретест и потом полететь дальше например можем конечно не сделать ретест а просто сразу полететь поэтому тут конечно надо быть готовым мои предпочтения все остаются те же самые мои ожидания я думаю что биток летит сейчас сначала 1000 на 30 там выносит на хрен всех первых шортистов кто шортил дно а дальше мы летим собственно 1000 на 40 а то и на 50 что является средними значениями но если вы меня смотрите вы прекрасно все это знаете вот у нас уровне которые обязательно будут протестированы я думаю что в ближайшее время в ближайшее время ну посмотрим для меня ближайшее время это как бы до конца этого года посмотрим окажу себя прав или не прав я продолжаю держать свою лонг позицию на байбит по биткойну также по некоторым альткоином дэш аудио ревенкойн сейчас мы немного откатились но уже они в плюсе единственное что беда вот что-то меня немного напрягает потому что по нему вот такие вот сквизы происходят сильные вот сейчас снова откатило в минус но с другой стороны их откупают их откупают поэтому ну спекулятивно как бы я держу свою ликвидацию за вот этим вот лоу но опять же могут его слить еще жестче могут но если вы отдаляетесь вы понимаете что мы так уже на таком дне что он просто когда он начнет пампить как бы но это мульти иксы это просто мульти иксы вот поэтому чё торгуем осторожно не впрыгиваем фома я бы сейчас dodge не шортил не ланговал конечно поскальпить там можно если вы видите он дал плюс сто процентов но аккуратно со стопом можете зайти в dodge usdt short конечно если вам так хочется но как правило такие шорты выносят если вы хотите шортить памп то лучше ждать еще грубо говоря день-два понимаете уже подтверждение что rsa идет вниз лучше зайти в шорт пониже но как бы с подтверждением и и тоже на самом деле вы выходить из него плавно как бы уже при первой же возможности потому что в шортах засиживаться это хреновая идея вот в лонг я бы сейчас точно по нему не впрыгивал друзья а скорее в лонг я бы впрыгивал в bitcoin в эфир ну и в то что вы верите сами потому что вам напоминаю что глобально по битку у нас с вами очень интересная картина мы супер перепроданы как и пары сая у нас бычи дивергенция здесь так и по сайферу вот эти три голубых волны с тремя зелеными точками короче у нас все то же самое повторяется что обычно мы видим на биткоине за исключением того что пик у нас тут подразумевался его не было вот здесь вот но если его подразумевать вот такой то все сходится идеально нисходящий треугольник двойное дно и погнали новый бычий цикл вот так что все ссылки в описании если хотите торговать этим делаем это на байбите доджкоин шортит на бинансе на свой страх и риск подписывайтесь обязательно к нам в телегу чтобы не пропускать всякие важные быстрые апдейты по ситуации на рынке и будут вам профит роли да если вы сидите в альтах которые до сих пор не стрельнули то сидите в них не надо выходить допустим если вы сидите в дэше как я думаю многие сейчас сидят как и я тоже сижу и он еще не стрельнул как он в принципе стреляет вот кружочками обводил то не надо сейчас продавать дэш в убыток и покупать дочкой на хаях как бы да он может сходить еще выше может и даже может сходить чуть ниже может но в целом когда дэш нарисует такую палку а он обязательно нарисует и на шортсквизе вот тогда будет интересно вы как раз из него выйдите и скажете эх блин чё же я сделал то поэтому дисклеймер не финансовый совет все ссылки в описании всем профит роли и до завтра пока а Субтитры сделал DimaTorzok